Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. И сегодня я хочу рассказать, показать, ну, сделать небольшой обзор по своему участку. А то я говорю, это посадила, это посадила. А что у меня получилось? Вот хочу показать, что что-то получилось. Так, вот на этой грядке, которой вот здесь буквально вот рядом я стою, у меня рос чеснок. Чеснок, сказать, что он его, как сказать, что он плохой, я не могу сказать. Он приличный даже сказать. Вот такой вот чеснок у меня получился. Я уже, конечно, его убрала и связала такие пучки. И я его повешу. Досушиваться, когда придет время, я его посажу. Я его сажу под заморозки, так скажем. Но мне сказали еще, можно посадить его буквально в конце августа. Вот я хочу часть, ну, опять-таки, эксперименты. Вот моя жизнь, пока я заимела этот участок, она у меня в экспериментах. То это я делаю, то это делаю. Что-то получается, что-то не получается. Но я пытаюсь. Так, и на месте, где у меня рос чеснок, я хочу посадить редьку. Редьку черную. Редьку черную, она называется у меня мурзилка. Но как сажать редьку, это, наверное, ну, у кого есть сады, они знают. Это расстояние между редьками у меня будет 30 сантиметров, а между семечками, ну, где-то 15 сантиметров. Редька, она... Сейчас я даже вам покажу. Она у меня здесь вот, 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 вот такая вот редька. Называется мурзилка. Вот она у меня замочена, ее не так много. Но здесь я посажу редьку и посажу еще дайкон. Все рядышком будет. Это среднеспелые, 80-110 дней. И 150-300 грамм, ну, корнеплод будет. Поэтому, ну, 15-10 сантиметров в обязательном порядке. Не надо загущать. Потому что где мы загущаем, там растет плохо. И почему я всю грядку не вскопала? Очень бы, конечно, хотелось чесночную грядку. Под чесночную грядку посадить можно, в принципе, все. Но в этом году у нас беда с укропом, с петрушкой. Она почему-то, ну, не хочет расти. А вот на этой грядке что-то вот осталось. Вот пусть растет на зелень, которую я заморожу, положу в холодильник. И зимой я буду доставать собственную зелень и класть во второе, в первое. Так, и хочу сказать, вот рядом у меня грядка свеклы. Сейчас я подойду к ней. Это мой лом, который надо достать и положить. Ну, для кого-то ухожена, для кого-то не ухожена моя грядка. Но хочу сказать, что... Вот у меня здесь очень огромные листья у свеклы. Вот они прям, листья гигантские. Даже вырву один плод. Вот где огромные листья, вот такие плоды. Достаточно хорошие плоды. Но в этом году очень странно свекла всходила. Она всходила очень необычно. Вот на этой грядке было штук 16 в начале свекол. Я думала, что надо досаживать. Но так как времени вечно не хватает между работой и садом, я, как сказать, порхаю, как бабочка. Поэтому, ну, не успела досадить вовень. Думала, досажу. И все-таки приехала, посмотрела. Ну, нету моей свеклы. Но на это место я не стала садить. Отдельную грядочку сделала. Но в результате у меня и на этой грядке свекла взошла. В общем, свеклой я в этом году обеспечена. Ну, так как она еще в этом году очень дорогая свекла, я думаю, прекрасно. Ну, не обязательно из свеклы там, ну, не только у нас же больше свекла идет. Она интересна и для салатов, для того же винегрета. В этом году, я думаю, винегрет тоже пойдет в дело. Вот такая вот свекла. Свеклой я довольна. Вот прям вот довольна. Так, что я могу еще здесь показать? Вот рядом у меня грядка с перцем, с горьким перцем. Ну, горький перец тоже у меня. Удача, неудача. Вот, если... Вот, смотрите. Я считаю, что горького перца у меня будет. Мы, моя семья любит горький перец для засолки. Соленый мы перец едим горький. Как приправа, очень вкусная. Да и, в общем-то, если этот перец взять на ниточку, нанизать и себе ожерелье сделать на кухню, а потом понемножку добавлять в суп, и красиво на кухне будет, и суп будет вкусный с перцем. Ароматный перец. Это у меня тещин язык. А второй забыла. Второй забыла. Ну, не так важно. У меня, в общем-то, записано, но они у меня все перепутанные. Моя внучка постаралась, она все повыдергивала и все поменяла. Ей вот нравилось как-то по-своему расставить все мои надписи. Поэтому, ну, мой будущий агроном уже работает. Так, еще что могу показать? Ну, вот я вам хочу показать и рассказать про свои помидоры. Вот это мои помидоры тепличные. Это высокие сорта. Ну, в теплице я вот сажаю высокие сорта. Вот, как сказать, вот на этих есть помидоры. Ну, посмотрите, они маленькие. И, в общем-то, конец июля у нас. Поэтому, ну, выросло, конечно, что-то выросло. Но тепличными помидорами я не очень довольна. Было у нас очень сухо в этом году, очень жарко. Поливалось, все делалось так, как нужно. Но вот такая вот штука. И теперь уже надо все вот эти верхушечки прищипывать. Сегодня пройдусь и до конца все пообщипаю. Потому что для возревания, ну, пять кистей, говорят. Ну, здесь вот что есть. Здесь у меня сладкий перец теплицы. Ну, вот часть еще цветет, часть еще что. Ну, очень много перца, который, как сказать, больной. Который я убрала буквально. Он начинает портиться. Я вам сейчас покажу. Я сама уже не знаю, что с ним делать. Я покажу вам сейчас перец, что с ним не так. Вот, посмотрите, вот такой вот перец. Такого перца очень много. В общем-то, я обрабатывала, конечно, перец. Не инсектицидами, конечно. Но это какая-то... Если бы это было на помидорах, я сказала бы, это верховая гниль, что здесь не хватает кальция. А верховая гниль у помидора, оказывается, начинается тогда, когда у нас не усваивается вот... Ну, мы посыпаем золу, да? А зола у нас, вот это, сам кальций, он не усваивается помидорами. В результате говорят, что появляется верховая гниль. Я... Мне сказали еще добавить костную муку вместе с золой. С вечера заварить крутым кипятком. Настоять. И, значит, там это... Сейчас скажу как. Стакан золы, стакан костной муки. И на литр кипятка это все оставить, значит, до утра. Но можно и на два разбавить. И разбавлять потом на 9 литров и поливать. Вот так якобы очень хорошо усваивается. Но посмотрим, что у меня будет дальше с помидорами. На некоторых помидорах у меня тоже есть верховая гниль. И вот хочу сделать небольшой обзор по своим помидорам, которые у меня выросли на улице. На улице помидорами я очень довольна. Это невысокие сорта. Их здесь множество сортов. Но, как я сказала, внучка моя постаралась все перепутать. Семена буду... Попытаюсь в этом году сделать свои. Потому что семенами, честно сказать, я была недовольна, которые были в магазине мной куплены. Не знаю, по какой причине. Может быть, это у меня не получилось что-то. Вот посмотрите на улице. У меня помидоры. Это буквально кусты разламываются. Они еще только-только поспевают. И... Ну, у меня даже слов нет. Если вы видите вот то, что я показываю. Вот куст. Они прям буквально усыпаны, усыпаны. И они уже начали набирать силу. Начали толстеть мои помидоры. И это уже пожелтели. Значит, скоро начнут краснеть. И вот у меня еще один маленький участок. Здесь. Здесь у меня практически каждая веточка подвязана. Ну, что-то даже вот... Вот, пожалуйста, посмотрите. На полиэтиленовый пакет. Вот где увидела, пакет был. И подвязала на пакет, чтобы не забыть, чтобы не сломались. Ну, вот они уже у меня вот буреют. Там вот вообще уже красная помидорка. С этой стороны красная. Ну, здесь место такое интересное. И вот моя верховая гниль, про которую я говорила. Вот. Это на помидорах. Здесь недостаток золы и костной муки. Кальция не хватает, не перерабатывается. Вот, пожалуйста. Про что я говорила. Верховая гниль. Это не фитофтора. Это верховая гниль. Это разные вещи. Ну, вот вроде как по помидорам все. Идемте теперь посмотрим на мою капусту и кабачки. Музыка. 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 Музыка.